Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. По законам добрососедства она показывает помощь Крыму. Подготовка школ к новому учебному году, порядок на городских улицах и в сельских округах. На общегородском планерном совещании говорили о главном. Сейчас обо всем подробнее. Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 22 апреля 2014 года об оказании методической и материальной помощи Республики Крым за городом-курортом закреплены два сельских поселения Ленинского района. Анапа помогает району готовиться к зиме. В небольшие крымские поселки Калиновка и Ильичевка, подшифными которых является город-курорт Анапа, сегодня отправились специалисты и оборудование для ремонта котельных в детских садах и школах. Несмотря на то, что в Крыму изжали из теплоэнерго только шесть человек, грузили машины всем коллективом. В этом ощущалась и атмосфера взаимовыручки, которая царит в коллективе, и понимание значимости того, что придется делать на сельских социальных объектах, и опыт, который сварщики и слесари приобрели, работая в подобных условиях. Эти люди уже неоднократно побывали в всех точках и в Сочи, и в Крыму, за что были отмечены нашим главой Сергеем Павловичем Сергеевым за хорошую и дворосовестную работу. Я думаю, что и на этот раз эти люди не подведут, потому что не так воспитаны в теплоэнергоспециалисты, для того, чтобы подводить наше предприятие и весь город в целом. Они достойно выполнят свою работу и подведут к отопительному сезону, к оценке на отлично. Судя по фотографиям, полученным из Крыма, и по той информации, что удалось собрать специалистам администрации города, в маленьких сельских поселениях на подготовку к зиме придется потратить немало усилий. Они в плачевном состоянии. Ну что котельные там в запущенном состоянии, вот это вот могу сказать, что нужно очень много там работы провести. Вместе с оборудованием и автоматикой для котельных в Крым отправляются в качестве гуманитарной помощи и медикаменты на сумму почти 100 тысяч рублей, 200 экземпляров книг для библиотек, канцелярские принадлежности и игрушки для детского сада. Готовятся к отправке учебники и спортивный инвентарь для школ. Поедет в Калиновский район и бригада для ремонта общеобразовательной школы. В связи с переходом Республики Крым на российские стандарты, специалисты всех управлений консультируют крымских коллег и делятся опытом. Ну и главное, всегда готовы прийти на помощь. Улица Катя Соловьяновая преобразилась. Нет старой посеревшей от времени плитки, изветшалых лавочек и пыльных фонарей. Реконструкция улицы на финальной стадии. Накануне вечером по бульвару прошел глава Анапы, оценил качество проведенной работы и дал ряд поручений. С их выполнением прогулочная улица приобретет завершенный вид. Незапланированный визит Сергея Сергеева пришелся как раз на то время, когда многие анапчане завершили рабочий день и вышли подышать свежим вечерним воздухом. Улица Кати Соловьяновая по сравнению с тем, что было еще год назад, действительно преобразилось. Вместо убогой серой плитки – трехцветная плиточная брусчатка. Ее уложили на площади больше тысячи квадратных метров. Наружное освещение, новые лавочки и ни одной свободной сегодняшним вечером. Внимание главы привлекли рекламные конструкции, прочно вмонтированные в газоны на бульваре. Предприимчивые коммерсанты и здесь успели наследить. Глава тут же задает вопросы своему заместителю. Вот если пришел, сказал, трепал, я поставлю пилу, поставлю экскурсии и постелю вот здесь газонную траву. Ну еще ладно, закрыли бы глаза. Нет. Освободить прогулочную зону от кричащих рекламных установок некоторые поспешили тут же. Законность размещения других проверят. Сергей Сергеев делает вывод. Улица пока не приобрела завершенного вида. Осенью здесь надо высадить газонную траву, чтобы сквер стал по-настоящему современным и благоустроенным. Впрочем, среди жителей улицы Кати Соловьянова есть и такие, кто уже сегодня готов прийти на помощь городским службам и ухаживать за прилегающей территорией. Вот это я гарантию даю. Это сделало вот этот дом. Понимаешь? Вот про это я говорил. Вот они любят свой город. Они что-то посадили. Ты видишь, здесь нет бульяна. Вот кусок. Это вот как раз вот этот дом. Вот он. Если бы каждый вот так бы ухаживал, за всем по-другому все будет. Ремонт на Кате Соловьяновой вышел на финальную стадию. 8 июля бригады принялись за реконструкцию последнего квартала. От улицы Пролетарской до Крестьянской. Дорожники ремонтируют проезжую часть. Из 800 квадратных метров осталось всего 300. Газоны от любителей парковаться в неположенных местах защитят высокими бордюрами. Их здесь установлено около 40 погонных метров. Кстати, небольшой скверик в районе пятой школы тоже ждет реконструкция. Сергей Сергеев обратил внимание своих подчиненных и на эту зону отдыха. Глава отметил, здесь любят спрятаться от солнца школьники и мамы с колясками. И прохожие останавливаются отдохнуть под тенью деревьев. Работы начнутся на этой неделе, заверили нас. Содержание дворов и улиц в чистоте, контроль за санитарным состоянием пляжей и пресечение несанкционированной торговли. Эта работа на сегодняшний день должна быть в приоритете, напомнили главам сельских округов и сотрудникам анапских служб на общегородском планерном совещании. О планах и задачах на предстоящую неделю в нашем сюжете. Соместители мэра Анапы отчитались о выполненных поручениях и поставили перед курируемыми подразделениями задачи на текущую неделю. Главной на планерном совещании стала тема санитарного состояния городских и сельских улиц, а также пляжных территорий. Поселок Малоутриш в числе проблемных. На прибрежной полосе горы мусора. Почему отходы не вывозят регулярно, задали вопрос главе Субсакского сельского округа. Есть проблемы, надо решать, а не ждать крайних мер. Не ждите, когда заместители главы приезжают и за руку с вами ходим и показываем, и оказываем содействие. Если каждый из вас, здесь присутствующих, считает, что в состоянии выполнять свою работу, то, пожалуйста, приступайте. Больше никаких бесед во спасение душ не будет. Будем просто расставаться. Замечание прозвучало относительно работы управления ЖКХ. Продолжается благоустройство улицы Стаханово. Да, немалая часть ремонта выполнена, но всю положительную картину перечеркивают вывороченные дорожные бордюры. Старые брошены тут же, новые еще не привезли. Привезти в порядок улицу – требования к рабочим. Несвоевременный вывоз мусора – еще одна проблема. В чем причина? Оказывается, в некачественной работе. А проще говоря, халтуре мусороуборочных компаний. Просто жарко. Все машины стоят, как положено, во дворе. Персонал тоже отдыхает. Еще приводить пример. Что надо сделать, чтобы каждый из вас почувствовал ответственность. О готовности школ к новому учебному году рассказал начальник управления образования Нина Филофеева. Отчитался о ремонте спортзалов. Школьники курорта получат все учебники бесплатно. Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на учебники для детей из Украины, которые встретят День знаний в анапских школах. На сегодняшний день уже приняты 25 учреждений. 13 учреждений дополнительного образования и 11 учреждений дошкольного образования. Планомерно идет эта работа. И с 15 августа мы планируем принять все образовательные учреждения максимально без замечаний. Здоровье и жизнь детей под особым контролем. К концу года все детские сады и школы подключат к программе «Безопасный город». Также на курорте особое внимание сегодня уделяется борьбе с инстанционированной торговлей. Специалисты Управления муниципального контроля за неделю составили 70 протоколов на нарушителей правил торговли. Городские службы на курорте продолжают работать в усиленном режиме. И к другим темам. С 4 по 6 августа в детско-юношеской библиотеке филиале номер один проходит православно-патриотическая выставка репродукций и постеров картин, созданных выдающимися русскими художниками прошлого и нашими современниками. Она посвящена 700-летию со дня рождения игумена земли русской, святого преподобного Сергия Радонежского. Организатором выставки, посвященной одному из самых почитаемых православных святых, Сергию Радонежскому, выступил Данилов монастырь. Мужской монастырь русско-православной церкви в Москве. В представленной экспозиции картины известных русских художников. Мы создали такую галерею, то что общаемся с художниками, они дают нам разрешение печатать их работы, картины. Сейчас очень много прекрасных художников, современных, которые в Глазуновских, они знают историю и пытаются в картинах своих важные моменты нашей истории воспроизвести. Потому что, к сожалению, сейчас в школах очень плохо изучают историю. И не только дети, взрослые не знают историю. А если мы забудем свою веру, свое племя, свой род, мы просто вымрем. Преподобный Сергий Радонежский один из самых прославленных русских святых. Поэтому на выставке много картин с его изображением. Одна из самых ярких – работа художника Василия Нестеренко «Игумен земли русской». Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву, изображен воздевшим руки к небу, молитвенно призывающим к помощи Богородицу и все силы, ради блага многострадальной русской земли. Православную выставку посетило уже много ребят из города и сельских округов. Дети и взрослые с интересом рассматривают представленные работы и узнают новые исторические факты. Впечатление, конечно, дух захватывает. Я считаю, что такие выставки обязательно надо проводить, потому что сейчас идет как бы немножко перерождение уже наших молодых людей. Они уже обращают внимание на Бога, интересуются. Поэтому надо обязательно проводить больше таких выставок, надо им рассказывать. Всех желающих посетить православную выставку ждут в детской и юноческой библиотеке в филиале номер один. По адресу Анапа улица Крымская, 83. Выставка пройдет три дня и завершится 6 августа. И в продолжение темы. В Анапе появился новый выставочный зал. На экспозиции под названием «Все натуральное и полезное для красоты и здоровья» побывала наша съемочная группа. «Все для здоровья» – вторая по счету выставка в этом зале. Организаторы пригласили производителей продуктов питания и косметики, предметов быта. Все только натуральное. Даже иконки из целебных камней, коврики из хлопка, игрушки из дерева. В самом широком ассортименте продукты пчеловодства – только натуральные препараты и приправы. Москва, Краснодар, Лобинск, Барнаул, Минск и другие регионы привезли целебные мази, бальзамы, масла. Сибирский прополис, алтайское мумиё, кремы на основе трав, изготовленные в Белорусском монастыре. Чтобы увидеть, попробовать или купить что-нибудь, нужно поспешить. Ярмарка завершит работу 6 августа и откроется новая медицинская. Следующая выставка у нас будет проходить с 6 по 15 августа. Будет московская выставка «Нация здоровья». Здесь можно будет проверить бесплатно сердце, пройти разнообразную диагностику. Можно также попробовать мёд, разные продукции тоже натуральные. В дальнейшем мы планируем здесь провести разнообразные выставочные мероприятия, приглашать со всех городов ярмарки какие-нибудь большие. Выставочный комплекс «Экспо Анапа» располагается на Анапском шоссе в новом здании напротив восточного рынка. Вход на все ярмарки выставки бесплатный. Сухая и жаркая погода, установившаяся на территории Краснодарского края, причина повышенной пожароопасности. Правила пожарной безопасности сегодня должны взять за основу все туристы, выезжающие на природу. Как вести себя на отдыхе, чтобы избежать огненных ЧП, расскажут наши корреспонденты. 28 июля под Геленджиком загорелся лесной массив на площади 3,5 гектара. Это послужило уроком всем. На место происшествия выезжал губернатор Кубани Александр Ткачев и провел слекторное совещание по мерам профилактики и готовности к подобным ЧП. Жара продолжается, дождей не предвидится. Высокая температура воздуха и ветер усугубляют положение. За два последних дня анапские пожарные 50 раз выезжали на возгорание. Во всех случаях пожары удавалось локализовать быстро и без потерь. Площадь территории, охваченной огнем, составляла от 10 до 20 тысяч квадратных метров. Горела трава в районе Сотов, Колос, Черемушки, Здоровье, возле ЖД вокзала и аэропорта, в субцехе в районе Лысой горы, в поселке Виноградном, поселок Витязево, хутор Песчаный, хутор Воскресенск. Во всех случаях причиной возникновения пожаров являлись брошенные курки и сжигание мусора. Руководство Анапского гарнизона пожарной охраны просит жителей города-курорта Анапа и отдыхающих в нашем городе соблюдать правила пожарной безопасности. Несоблюдение правил может привести к печальным ситуациям. Также принести вред здоровью, жизни, людей и имущества. Прежде чем просто выбросить из окна машины окурок на обочину или развести костер, чтобы приготовить с друзьями шашлыки, подумайте, чем это может обернуться. Беспечность, как правило, заканчивается печально. Внимание! Приобретайте Алмак для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии по выгодной цене с 6 по 9 августа, в гипераптеке на улице Парковой 57, а также в медтехнике на улице Промышленный дом 13 и улице Ленина 181. Только в эти дни заводские цены скидки от 5%. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В среду, 6 августа, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29, 31, ночью плюс 24, 26 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...